А теперь слушайте вы, люди из НАТО. Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу. Стену, тормозившую террористов Аль-Каиды. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку Аль-Каиды, гореть вам в аду. И так оно будет. До 1968 года Ливия была монархией. И 70% населения было за гранью нищеты. Неграмотно и проживало в убогих бедуинских палатках. Типичная в беспросветной дикости африканская страна. Каддафи дал ливийцам жизнь, которой завидовал весь черный континент. В пустыне появилось восьмое чудо света. Великая рукотворная река. Ему удалось создать уникальную систему водоснабжения пустынных регионов, создать подземные трубопроводы. Ливия покрылась сетью заводов, предприятий, фабрик, которых раньше не было. Из палаток ливийцы, не заплатив ни динара, переехали в многоэтажные дома. При этом квартплаты в стране не существовало. Все, включая потребленную электроэнергию, оплачивало государство. Если посмотреть на то, как выглядели города, Триполи, например, как он выглядел в момент, когда он пришел к власти, это была убогая деревня. Через 30 лет это был город уже с небоскребами. Хочешь жениться? Государство выделит новобрачным 64 тысячи долларов на квартиру и 7 тысяч долларов за каждого ребенка. Хочешь машину? Государство заплатит 50 процентов. А бензин был в Ливии дешевле воды – 3 цента за литр. Минимальная зарплата – 1000 долларов. За границей обучение бесплатно. Если не могли оказать медицинскую помощь в стране, то за счет государства больные отправлялись в другие клиники, где делались операции за счет государства. Вести порядок в Ливии невозможно. Эта страна так и останется землей, порванной на клочки царьками бедуинских племен, которые не хотят договариваться и подчиняться кому-то одному. Так считали лидеры сильных держав в 70-е годы. Но полковник Каддафи смог их удивить. В единую страну ему пришлось сшить 140 племен, у каждого из которых был свой лидер, которого нужно было либо насмерть напугать, либо купить. Как правило, Каддафи предпочитал второе. Он обещал всем райскую жизнь. И его слова не расходились с делом. У нас есть нефть. Именно она сплатила нацию. И именно из-за нее Ливия остается единым государством. Он национализировал нефтеперерабатывающую промышленность. И объявил, что огромные доходы от продажи нефти будет честно делить со всей страной. Все граждане стали получать свою маржу со всех внешнеторговых операций Ливии, связанных с энергоресурсами. И когда народ видит, что как будто правитель, он платит и создает для них условия, и поднимает уровень жизни, естественно, у него будет высокая поддержка. Он выгнал из страны всех иностранцев. Закрыл американские и британские военные базы. Отобрал имущество у живущих здесь итальянцев, потомков колонизаторов. Затем набросился на культуру. Переделал календарь. В нем были изменены названия месяцев года, а летоисчисление стало вестись от года смерти пророка Мухаммеда. Все законы Ливии были пересмотрены, исходя из принципов исламского шариата. В стране запретили алкоголь и азартные игры. Каддафи провозгласил себя главным борцом за народную нравственность. Расставив всюду своих людей, поместив всю страну под колпак, он все время подчеркивал свое нежелание носить какой-либо титул. И, обладая запредельной властью, говорил, что всего лишь слуга народа. Я просто там братский руководитель, братский там председатель, братский муж, потом вообще никто, просто главный революционер. Считая, что ислам – это лучшая система моральных координат, он не употреблял запрещенные Кораном спиртные напитки. Не пил даже чая и кофе. Еда его была скудной и простой. Ливия богатела. И высокие цены на нефть позволяли Каддафи тратить на свои наполеоновские планы огромные деньги. Каддафи объявил территориальными водами Ливии залив Сидра в Средиземном море. И грозился уничтожить любой самолет и корабль, который пересечет эту границу, назвав ее линией смерти. Рональд Рейган назвал его бешеным псом Ближнего Востока и отдал приказ о бомбежке городов Триполи и Бенгази. Военная операция США называлась «Каньон Эльдорадо» и длилась всего 11 минут. 100 самолетов сбросили на Ливию 150 тонн авиабомб. И хотя основной целью был дворец Каддафи и стратегические военные базы, погибли ни в чем не повинные ливийцы. Маленькая страна, жизнь в которой была сытой и сонной, испытала шок. Но Каддафи остался жив. Убить его оказалось непросто. Американцы не достигли своих целей, подчеркивалось в послании Михаила Сергеевича Горбачева Муамру Каддафи. Полковник быстро понял, что про позитив в его стране строительство предприятий и дорог, растущую рождаемость и бесплатную медицину, зарубежные газеты писать не будут. Журналисты любят жареные факты, что-нибудь из ряда вон. И он беспрерывно снабжает их материалом для интересных публикаций. Он все больше и больше становился таким креативщиком. Какие-то вот такие фокусы, какие-то там шатры, какие-то вот одежды, какие-то женские такие вот батальоны охраны возле себя. Всю жизнь он писал огромный теоретический труд, свою зеленую книгу. По сути, Библию ливийского народа, в которой он говорил, что ливийцам не подходит ни коммунизм, ни капитализм. Коммунизм – это отрицание Бога, капитализм – отрицание человека. Нужен третий путь. Демократия – это липа. Представительство – это липа. Политические партии – это липа. Правительство – это липа. То есть он считал, что демократия – на самом деле только видимость того, что народ правит. Видимость. Поэтому он ввел нечто вроде советской власти, знаете, как у нас в первой ровне тоже. Вся власть – совет. В 1992 году Совет Безопасности ООН ввел против Ливии санкции. У страны перестали покупать нефть и были заморожены активы за границей. Как вернуть расположение мирового сообщества? Каддафи думал 10 лет. И решил его купить. Встречался в 2007-2008 году еще, когда кризис мировой финансово разразился. И я помню последние слова, которые он мне сказал. «Кирсан, вот я единственную ошибку в своей жизни допустил – это то, что я поверил американцам, то, что я поверил западникам». Кандализа Райс, Тони Блэр и Саркази убедили его свернуть все военные программы в обмен на свою лояльность. «Сдай оружие и станешь членом нашего клуба!» Но страдавшийся от долгого недостатка внимания к собственной персоне Каддафи согласился. В 2003-м на скамью подсудимых посадили Саддама Хусейна. И его жалкий вид еще раз убедил полковника, что лучше с Западом не ссориться. В 2010-м году он Обаму обнимал, называл своим ближайшим другом, братом, там, чем угодно. Саркази деньги давал. Саркази обратился к ливийскому лидеру за помощью, когда был министром внутренних дел. Ему нужны были деньги на предвыборную кампанию. И президентом стать ему помогло богатство Каддафи. Он платил большие деньги ему, и его казну, и именно в карман ему платил. Не только ему, а многих лидеров, европейских лидеров, как при Несконе. В Германии он платил, в Англии он платил. Каддафи все силы тратил на интриги на международной арене. Но внутри страны никого не боялся. Он считал, что народ по-прежнему его обожает. И люди действительно продолжали бурно выражать свою любовь и подпитывать его манию величия. Я готов отдать жизнь за лидера Джамахири и Муамара Каддафи, который для каждого ливийца символ избавления от колониализма развитых стран. Кремена все больше и больше особлялись, жили своей жизнью. И хотя Каддафи их кормил, поил, одевал, вооружал, и они более-менее сохраняли лояльность, но эта лояльность оказалась достаточно зыбкой и хрупкой. В декабре 2010 года в странах арабского мира началась волна демонстрации протестов. Уставшие от бедности люди выступили против властей и процветающих в их странах коррупции, беззакония и полной безнадеги. Началась арабская весна. Реки, крови и погружение в полный хаос. Восточную часть Ливии повстанцы взяли за несколько дней. Каддафи был в западной и считал, что сможет подавить мятеж. Готовьтесь защищать Ливию. Они хотели войну, они ее получат. Мы уже сегодня близки к победе. А чтобы ускорить ее, я готов открыть армейские арсеналы и раздать оружие всем истинным патриотам ливийской джемахерии. Сначала он говорил, что это всего лишь группы молодых наркоманов, которые нападают на полицейские участки и воруют оружие. Но вскоре понял – пахнет настоящим государственным переворотом. А защищать его некому. Он сам развалил свои вооруженные силы. Первый выступил президент Саркози. Он бросил французскую авиацию в бой. После падения Триполи под контролем Каддафи осталось только два города, вокруг которых развернулись страшные бои. Жертв становилось все больше и больше. Запад Муаммара Каддафи, конечно же, обманул. Он не ожидал этого. Это был нож в спину. И иногда даже становится загадочным, а зачем они поторопились? Зачем нужна была эта в Ливии война? Муаммар Каддафи сам делал все, что они хотели от него. Это была унизительная казнь. Уничтожали Каддафи как личность, как мужчину, как солдата, как правителя, как лидера. Всасывают эту версию, естественно, западные средства массовой информации, американцы, французы, потому что для них это еще и, собственно говоря, предмет унижения, собственно, страны. Они утверждали, что ливийцы вот таким образом расправились со своим лидером, потому что они дикари, потому что они там существа низшего порядка. Никогда в мировой истории смерть человека не вызывала такое количество восторгов. Радовались тысячи простых людей, когда-то обожавших Каддафи. Хилари Клинтон, услышав сообщение о гибели Каддафи, сказала «Вау!» «Вау!» Посол США в Ливии сфотографировался у тела диктатора с отогнутым пальцем. Ливия избавилась от режима Каддафи, Ливия избавилась от семьи Каддафи, Ливия избавилась от зеленой книги и зеленого флага. Она получила взамен отсутствие единой страны, отсутствие системы управления, перманентная гражданская война, тот кошмар, которого не мог предполагать ни один самый, как сейчас принято говорить в молодежной среде, безбашенный революционер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господин Маккейн, как известно, воевал во Вьетнаме. Я думаю, что на его руках достаточно, кроме мирных граждан. Ему очень нравится, наверное, он не может убежить уже без этих сцен, ужасных, отвратительных сцен расправа с Каддафи, когда на экранах всего мира показали, как его убивают, всего в крови. Это что, вот это демократия? А кто это сделал? Беспилотники, в том числе американские, нанесли удар по его колонне, потом по радио через спецназ, который не должен был бы быть там на территории, подогнали так называемых оппозиционеров и боевиков и уничтожили без суда и следствия. Кто говорит, что он должен был оставаться там? Но надо было предоставить это все-таки, решать народу путем демократических процедур. Да, это сложно, да, это требует времени, но по-другому невозможно. Каддафи told Tony Blair that jihadists would control the Mediterranean and attack Europe if his regime was allowed to collapse. The warning was revealed in release transcripts of telephone conversations between the two leaders from February 2011. They are armed gangs who have weapons. Not decided to face them with force, asking their families to convince them to lay down arms. You can't reason with them. They keep saying things like, Mohammed is the prophet, similar to bin Laden. They are paving the way for him in North Africa. They want to control the Mediterranean and then they will attack Europe. Need to explain to the international community. Qaddafi's prediction was made into two desperate telephone calls with Blair as the civil war was engulfing Libya. Three weeks later, a NATO-led coalition that included Britain began bombing raids that led to the overthrow and eventual killing of Qaddafi. ISIL now controls large parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two desperate telephone calls with Blair Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Qaddafi's prediction was made into two parts of Libya. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками, а закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Это хорошо для США, что посла убили? Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот, подняться над этим желанием бесконечно доминировать и исходить из таких имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы были виноваты, мы были виноваты, и мы были виноваты. Мы приехали, мы увидели, и он died. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова